Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам-ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, и сейчас самое время поговорить о делах наших скорбных. Грешных. В оригинале скорбных, кстати, было. Ну, о делах насущных давайте поговорим, потому что сегодня понедельник, новый рабочий день, в конце концов, жизнь продолжается, и нам как бы хорошо или плохо это не выглядело, нам также надо продолжать жизнь, да, и в текущих, совершенно верно, и в текущих условиях. Ну, а говорить мы будем целый час, естественно, о том, что происходит на финансовых площадках, на наших любимых биржах, и будем обсуждать, какие возможны, да, решения в преддверии определенного набора событий, либо пост, после этих событий. Так, я представлю гостей. Сегодня в студии Владислав Жуковский, старший экономист финансовой группы Recom Trust. Владислав, день добрый. Здравствуйте. И сегодня в студии Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFSIC. Станислав, день добрый. Добрый день. Добрый. Уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании finam.fm. Все это вы прекрасно знаете, и, напомню, можете этим воспользоваться. Для того, чтобы присоединиться к нашей беседе и задать вопросы моим сегодняшним гостям, либо поделиться собственными мыслями по поводу происходящих событий. Ну и традиционно 15.07 в Москве. Давайте начнем с того, что посмотрим, а что же к этому времени произошло на финансовых рынках. Итак, картина маслом. Пятничное закрытие, 13 пятница, да, мы сегодня тоже об этом вспомним еще. Про кровавую пятницу для банков? С разных точек зрения. Вот. Но, тем не менее, пятничное закрытие американского рынка произошло, ну, практически, да, на нулевой территории. Немножко вырос Dow Jones. Ну, практически закрылся в нулях S&P, и NASDAQ прибавил тоже символически 0,06%. В общем, практически динамики никакой не было, еще раз повторю. Ну, по большому счету, что не есть плохо, уже хорошо. Далее, сегодняшняя торговая сессия азиатская закончилась падением. Nikkei 225 снизился на полтора процента, и также такую же отрицательную нитку показал Shanghai Composite. Что касается текущей европейской торговой сессии, прибавляет слегка полпроцента FTSE 100, и наши, да, индикаторы российского рынка, также в легком плюсе. RTS плюс 0,3%, 1396, ММВБ 0,2%, 1456 пунктов его текущая котировка. Смотрим на рубль, он слегка слабеет. Ну, а сырье и Forex, уверенные цифры, уверенные. Вот уж, да, кому, кому нипочем, никакие события. Это рынку нефти, рынку нефти. Смотрите, Brent 109,5, LightSuite 97,50. Так, дальше, золото, смотрим, золото 1228 слегка снижается после пятничного роста. Евро-доллар выше 37 фигуры, 1,3775, небольшое снижение мы видим с пятницы опять. И набор голубых фишек сегодня разнонаправлен. Кстати, стоит отметить рост Аэрофлота. Акции Аэрофлота прибавляют почти 4%. Полтора процента растет рост с телеком, и столько же сургут нефтегаз. Далее, неплохо выглядит МТС, 0,7 в плюсе, НЛМК обычка, 0,9 в плюсе. И можно выделить, что еще здесь. Пол процента прибавляет Уралкалий. Хуже рынка сегодня смотрится АвтоВАЗ, минус 0,6 процента. И 0,2 снижается Лукоил. И только же Сбербанк теряет. Ну, собственно, вот такова картина маслом. Смотрите, в очередной раз я уж, так сказать, прошу прощения у слушателей, наверное. У гостей прощения просить не буду, потому что каждый раз в новом составе мы эту тему обсуждаем. И, наверное, это в какой-то степени и логично, и правильно. Но, тем не менее, опять мы сегодня говорим о неком ожидании предновогоднего ралли. Хотя понятно, что времени осталось совсем немного. Это мы говорим все-таки о российском рынке, потому что ваш коллега в пятницу недалее, как сказал, что на американском рынке весь год предновогодний ралли вы наблюдали. И можно с этим согласиться. Два года почти. Да-да-да. Ну, так вот, говоря о российском рынке, мы, собственно, сегодня вновь помечтаем о предновогоднем ралли. И вообще о смысле, о надежде в этом отношении. Ну, и, конечно, мне хотелось бы, и это логично, да, и я думаю, вы тоже к этому готовы, чтобы обсудить предстоящие события. Причем этой недели их, ну, их, если не множество, то, по крайней мере, их есть некий набор. Но они имеют принципиальное значение. Начинаю я сегодняшнюю экспирацию опционов, да, и заканчивая вторник среда важным макроэкономическим событием. Ну, коротко давайте, Станислав, с тебя начнем. Ожидание предновогоднего ралли. Давай такую новогоднюю тему мы вначале обсудим. Праздник не удастся, потому что остается не так же много времени. Микрофончик, поправь, пожалуйста. Остается не так много времени, и поэтому никакого ралли мы, к сожалению, уже не увидим. Нет для этого предпосылок, потому что мы все прекрасно понимаем, в каком состоянии сейчас находится денежный рынок, что нет возможности у многих игроков, собственно, заниматься формированием позиций. По-прежнему, ну, с исключением предыдущей недели, продолжается отток средств нерезидентов из нашего рынка. Ну, и, собственно, внутренних источников также нет, поэтому расти не на чем. И мы вряд ли тут увидим какие-то положительные результаты к концу этого месяца. То есть, на мой взгляд, несмотря на то, что мы падали последние недели, все-таки предпосылки для разворота есть, они довольно-таки серьезные, но каких-то сверхъестественных результатов мы не покажем. То есть, максимум, на что мы можем рассчитывать, так это на то, что мы сократим отставание с начала года, то есть уменьшим потери. То есть, по итогам года мы в плюс уже не выйдем, и, собственно, про ралли никакой речи вести не может, потому что мы не можем соответствовать этим критериям. То есть, 10% вряд ли мы увидим. Я понял. А вот повод для разворота, ты сказал, да, есть все-таки основания для разворота. Разворота все-таки в глобальном смысле, или об отскоке-то так? Ну, собственно, отскок он уже состоялся на прошлой неделе. Мы сейчас пока остановились, и сейчас мы находимся в некой точке перфуркации, откуда мы можем пойти как вниз, так и вверх. Но, на мой взгляд, после того, как ФРС озвучит свой вердикт в среду, многие игроки вернутся на рынок, поскольку исчезнет неопределенность. Я думаю, что уже ни у кого нет сомнений в том, что ФРС может пойти на небольшое сокращение количественного смягчения. Уже сейчас в среду. Да, сомнения есть, но так или иначе, даже если это не случится, это будет воспринято позитивно. Если это случится, то может вызвать какую-то краткосрочную волатильность. Но поскольку все об этом думали, то сильно никто не огорчится. По-прежнему основной фактор движения всех фондовых рынков, заключением развивающихся стран, это баланс ФРС, по-прежнему 85 миллиардов сейчас, там будет 80 миллиардов 75, по-прежнему баланс ФРС продолжит расти. Как сказал представитель ФРБ Чикаго Эванс, он считает, что до завершения программы баланс ФРС, сначала QE3 пополнится на полтора триллиона, пока это триллион долларов, то есть еще 500 миллиардов долларов войдет на финансовые рынки, так или иначе это скажется на динамике S&P. Но и с учетом текущих оценок развивающихся рынков, я думаю, что так или иначе западные инвесторы обратят внимание, в том числе и на Россию, несмотря на все присутствующие нам риски. Уже этот процесс начался, уже JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC уже начали рекомендовать своим клиентам. Возможно, мы сейчас видим уже обратную ситуацию, когда начинают возвращаться средства нерезидентов на наш рынок. Вряд ли этот процесс примет такой какой-то серьезный характер, но поддержка какая-то может быть, и с текущих уровней мы вполне можем пойти выше в оставшиеся две недели. Я понял, спасибо. Ну, мы более детально, да, конечно, чуть позже поговорим и о Федрезерве. Владислав, в твоем мнении вот по поводу полежащих событий? Я поддерживаю скептицизм уважаемого коллеги. С моей точки зрения, конечно, во-первых, мало времени, во-вторых, ну, знаете, были очень благоприятные ситуации у нас и в этом году, и в прошлом году, и, в принципе, российский рынок особо сильно-то и не растет, и мы гораздо хуже не только, значит, большинство развивающихся стран, но и, безусловно, экономический разный стан их финансовых рынков. Плюс мы, по большому счету, перестаем реагировать на динамику цен на нефть, поэтому времени очень мало, сколько сильного не будет. Даже если он будет, то в целом привязан исключительно к новогоднему ралли на американских площадках, но, с другой стороны, мы видим, что действительно там идет переписывание исторических максимумов последних там уже 7-8 месяцев, и, в принципе, последние годы американский рынок, он растет, растет четко в определенном канале, в определенном тренде. Вот, и здесь рост, который мы можем увидеть, он будет спровоцирован исключительно каким-то внешними сигналами, хотя внутриэкономическая ситуация фундаментально абсолютно, с моей точки зрения, удручающая. Уже было сказано и про дефицит ликвидности на межбанковском рынке. И ставки примерно 6,3-6,5% на межбанки по совершаемым сделкам в среднем проходят, поэтому инвесторы деньги выводят, да, тут есть небольшой приток в последние недели, если не ошибаюсь, но в целом по итогам всего года 9 месяцев уже вывели 50 миллиардов долларов и банки, и компании, и инвесторы, ну, портфельных инвестиций там всего миллиардов 5 будет, да, но тем не менее, поэтому, честно говоря, в Россию деньги особо сильно не идут, идти, в принципе, смысла нет. Да, и ожидать их, наверное, до конца года-то мы не будем. Хорошо, еще раз послушаем новости на Финам.ФМ в одном роду. Итак, друзья мои, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Владислав Жуковский, старший экономист финансовой группы RecomTrust, и Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFSIC. Я хотел вот закончить эту мысль-то, которую мы не довели до конца потока капитала. Давай. Тоже интересная, на самом деле, вещь. Смотрите, у нас в начале года нам обещали сначала приток капитала в том году, я помню, Министерство экономического развития, там 5-10, потом они обещали нулевое сальдо хотя бы, да, в бюджете, по крайней мере, про него писали. Потом пересмотрели где-то уже ближе к весне, к концу весны, когда утекло около 25 миллиардов, отток в 15. Сейчас уже прогноз был летний, около 30. Ну и, в принципе, сейчас уже он около 55-60 миллиардов долларов. То есть мы видим, что на глазах ситуация ухудшается по именно трансграничному передвижению капитала. Причем на долю прямых инвестиций придется не больше 27% оттока капитала чистого, 60-го, почти, процентов. Это прочие инвестиции, покупка валют, открытие разного рода счетов в иностранных банках, плюс это кредит аффилированным лицам. Ну и процентов, так, может быть, там около 5-7, это будет как раз-таки бегство именно спекулятивного капитала, портфельных инвестиций. Но мне кажется, знаете, самое интересное, что вот 13-й год, он уже как бы уходящий у нас, и очень интересно, вот этот вот итог года, это самое главное, мне кажется, как макроэкономический, да. Мне кажется, этот год, он принципиально важен в той точке зрения, что наконец-то российская экономика преодолела сырьевое проклятие. Мы наконец-то слезли вот с этой углеводородно-нефтегазовой иглы. В чем это заключается? В том, что российская экономика вообще перестала реагировать на растущую, либо на стабильно высокие цены на энергоносители. То есть, скажем, если еще в 2011 году на фоне 40% скачка цен на нефть российские темпы роста экономики упали, но не так драматично, с 4,5% до 3,4%, да, темпы роста ВВП, то в этом году мы видим, что просто очень удручающие макроэкономические результаты. У нас 7 кварталов подряд снижаются темпы роста экономики постепенно и плавно. У нас сейчас темпы роста экономики по итогам января-сентября текущего года 1,3%. В три раза хуже, чем годом ранее было в январе-сентябре прошлого года. У нас, значит, август-сентябрь со снятой сезонностью вообще спад и рецессия ВВП на 0,1%. К тому же, если посмотреть на последние данные, у нас в ноябре годовой спад год-году на 2,6% оборот на железнодорожном транспорте, 3% спад потребления электроэнергии, это приезжающий макроэкономический показатель, да. Ну и, в принципе, за 10 месяцев текущего года обрабатывающие промышленность на 0,6% спад, естественные монополии 0,3%, инвестиции в основной капитал 1,2%, ну и оборот примерно тоже на железнодорожном транспорте 2,5%. То есть в этом году, с моей точки зрения очень интересно, мы наконец-то действительно перестали реагировать на цену на нефть. То есть вот эта голландская модель экономики, голландская сырьевая проклятия, голландская болезнь, мы ее победили, но победили очень странно, мы перестали реагировать. По поводу победили, то, что мы перестали реагировать, ну, судя по цифрам, которыми ты сыпешь, я причем хочу уважаемым слушателям подчеркнуть, да, ты же не читаешь по бумажке. А нет, 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 ну это уже... Я-то к этому привык, многие слушатели. Это в голове остается. Да, 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 для них это будет новость. Ну так смотри, да, безусловно это так, но с другой стороны, слезли ли мы с иглы-то или просто у нас перед нами стоит, да, такая картина, что, ну, все, все уже... Все газовые доходы по-прежнему. Да, да, игла не помогает. Формирует 50% государственных бюджетов. Конечно, игла-то все равно, она здесь, просто она... Это дефолт экономики трубы. То есть наркоман настолько плотно сил на ту самую иглу, настолько мы зависим по бюджетной системе 52%, и по прибылям корпораций около 30%, и по экспорту до 90% это сырьевой экспорт и низкие переделы. Поэтому действительно просто уже масштабы и неэффективности экономики, и морального и физического износа основных фондов, и неконкурентоспособности промышленности, и высоких кредитных ставок, и прочего-прочего-прочего, таковы, что перестали расти очень высокий груз, балласт. Ну то есть смотри, нехорошая, конечно, аналогия, но уж поскольку про иглу мы говорим, там она читается, да? То есть не помогает уже. Доза не помогает. Вот это не помогает. Переходим на метадон. Нет-нет, переходим в отдел терапии. Вот-вот, тогда выход-то какой? Мы уже, собственно, перестраиваем экономику, и президент в своем ежегодном послании признал, что единственная проблема, самая главная проблема, это отсутствие инвестиций, что у нас недостаточно хороший инвестиционный климат, и что у нас неэффективная экономика. У нас достаточно, да-да, хороший инвестиционный климат, но инвестиций, тем не менее, нет. Нет, он признал, что остались желать лучшего инвестиционного климата, и, собственно, нужно меняться. Нужно меняться, и, собственно, первые шаги в этом направлении сделаны. С нового года будет нулевая индексация тарифов естественных монополий для промышленных потребителей, сдержанный рост тарифов для населения, будет отсутствие индексации зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов, судебных органов. Мы начинаем меняться. Мы понимаем, что мы достигли предела, в пределах затрат. Мы уже неконкурентоспособны, у нас очень высокая энергоэффективность, у нас очень низкая производительность труда относительно зарплат. Мы просто не можем давать конкурентный продукт мировой экономике. Единственное, что мы можем, это мы поставлять энергоносители, которые составляют 75% нашего экспорта. Это единственное, что мы можем. Но с учетом майских указов президента, которые нужно обязательно выполнить, во что бы то ни стало, нужно искать какие-то резервы. И, собственно, эти решения, которые я озвучил чуть раньше, это первый шаг в этом направлении. До марта следующего года должен быть проведен технологический аудит, должны провести инвентаризацию всех операционных затрат, капитальных затрат, должны понять, где, возможно сократить эмиссионные программы без уменьшения физического объема работы. Первый такой присмотр попал РЖД. Сейчас планируется Транснефть, если не ошибаюсь, Газпром. И дальше эта практика будет распространена на другие компании с госучастием. Также с следующего года начинает водиться пока в пилотном режиме, а потом уже в целом по всей экономике, система федеральная по расходам, где, собственно, нужно будет отследить, каким образом наши государства тратят свои деньги. Причем, очень важный момент, 20% всех госконтрактов должны выполнять малые предприятия. Это важный момент. Да, это важный. Принимаем внимание, что с начала текущего года 550 тысяч индивидуальных предпринимателей снялись с учета Минюсти, и либо ушли в тень, либо просто обанкнулись. Но я думаю, что ушли все-таки в тень. Я думаю, интимный сектор расширяется. Сегодня он официально, например, 10-15% ВВП, то есть 6-10 триллионов рублей. Реально, я думаю, около 25-30%. Но смотря как считать у него сектор экономики, просто налоговых уклонистов, кто не платит налоги, либо кто занимается незаконными видами предпринимательской деятельности, то здесь тоже вопрос, как его масштабы этого рынка. Извини, пожалуйста, перебью. Мне почему-то сразу пришел, из самых горячих, что называется, примеров. Все, что ты говорил, ну, понятно, что это такая декларация наша, президент, как ее выполнять будет, ведь всегда в это все упирается. Вот, извини, горячий пример насчет новогодних корпоративов. Да. Слышали тоже наверняка, да? Конечно, конечно. Президент сказал, все, корпоративы только за свой счет можете. Все. В результате к чему пришло? Что теперь их не называют корпоративами, а называют, что там, новогодней елкой для детей. Новогодняя елка по повышению корпоративной культуры, сплочения наших работников. А деньги также гербанят на это дело, причем гербанят не свои, а, естественно, Согласен, Олег, здесь же в чем проблема-то? Вот мы же сказали, понимаете, благие лозунги, правильные высказания, правильные цели, да? Значит, там, новая индустриализация, 25 миллионов рабочих мест, повышение нормы накопления капитала до 28% ВВП, при норме сбережения в 33% остальное выводится либо частным сектам, либо самим государством, да? Потом мы спрашиваем, зачем же нам нужны, где же мы возьмем деньги, почему же, как же нам нужны на странные инвесции? Так вы свои капиталы сохраните, у вас 10% ВВП, это 7 триллионов рублей ежегодно вывозится либо по каналу резервных фондов и фонд национального благосостояния, то есть бюджетный механизм, ну, последние 3 года его реально нет, потому что перестал появляться излишек в бюджете, либо вывозит частный сектор и госкомпания. Поэтому вы уже создать условия для своего бизнеса сначала, а не ориентируйтесь на иностранных инвесторов, где на самом деле тоже огромное количество мифов. Инвестиции, они не иностранные, 65% этого входит в Россию через офшоры, часто на российские же компании и банки. К тому же, они не имеют никакого отношения к техническому перевозживанию производства, к модернизации, к инновациям и прочим благим пожеланиям. Если посмотреть, как тратится иностранная инвестиция официально данная РУСТАТа, 60% всех этих иностранных инвестиций идет либо на финансовые спекуляции, покупку цены бумаг, либо на погашение ранее взятых кредитов. На инвестиции в основные фонды идет всего лишь 6% этого капитала. То есть нам надо ориентироваться не на то, что нам за границей поможет и Запад спасет, надо именно ориентироваться на свой капитал. Прежде всего, в России есть сбережения, в России есть бизнес, причем малый, средний, у которого есть эти деньги, но он бы мог их вложить, но их не вкладывает. Очень часто уходит просто в тень. Ну и все-таки, если мы говорим об итоге 2013 года, мне кажется, главный итог, я уже сказал, это дефолт экономики трубы. То есть нефтегазовый титаник сел на нефть, он тонет. Вот сейчас проблема, как будут спасать. Либо по шлюпкам и выбегать куда-то в офшоры, либо реально заниматься модернизацией, исполнять майские указы президента. Но я напомню, еще в том году цифра называлась 5% роста ВВП, чтобы мы исполнили майские указы президента. В том году рост экономики 3,4%. Сейчас 1,3%. То есть нет денег, чтобы профинансировать майские указы в принципе. Норма накопления капитала не выросла, а сократилась по итогам 9 месяцев текущего года. По-моему, на полпроцентных пунктов снижение идет у них. Рабочие места не создавались по большому счету. 200 тысяч рабочих мест потеряно с начала текущего года в целом по промышленности нашей. Капитал вывозят из страны, они привозят. И в итоге получается вопрос, либо правительство неконкурентоспособное, неэффективное, недееспособное, либо оно подставляет президента и не хочет заниматься модернизацией, либо на самом деле действительно пора заниматься с ними перестановками уже в кабинете министра, потому что те же самые люди, которые привезли стране кризис 2008 года, а некоторые из них еще работали в 98 году в Минфине, в Центробанке, на ГКО ФС Пирамиде, сегодня занимаются модернизацией. Честно говоря, не верю, что они способны. Станислав, в чем ты видишь выход? Действительно, это проблема личности, надо как-то пересматривать команду. Я думаю, что просто создать одну же систему правильных стимулов можно и теми же людьми, которые сейчас находятся в вершине власти. Я думаю, что они это прекрасно осознают. Стимулов для них? Нет, стимулов для тех, кто способен вкладывать деньги в производство. То есть опять мы возвращаемся к проблеме, к вещам, которые ты озвучивал, в том числе, и к проблеме малого и среднего бизнеса. Проблема в том, что есть госсектор, он очень большой, это государство в государстве, и даже министр экономического развития Улюкаев говорит о том, что он не уверен в том, что сигналы правительства в естественном монополии будут услышаны, потому что они будут сокращать инвестиционные программы без физического объема. Так что, если сама система сможет себя изнутри реформировать, в этом случае тогда какой-то результат будет положительный. Если нет, то, соответственно, мы в первом полугодии увидим то же самое с стагнацией, которую сейчас мы видим в этом лучшем случае. В лучшем случае стагнация, а в худшем и рецессию, если опять в цифры упираться. Не стоит предаваться пессимизму, поскольку есть цикл пополнения запасов. Сейчас, скажем так, на излете процесс сокращения запасов и только за счет вот этих статистических факторов, за счет низкой базы мы можем, по крайней мере, показать те же самые темпы роста, что и в этом году. Понятно. Хорошо, спасибо. Значит, давайте еще раз прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Собственно, говорим мы сегодня о возможностях предновогоднего ралли на российском рынке, ну и обсуждаем все, что с этим может быть связано, иметь, так сказать, причину или следствие этого самого ралли. Я напомню, в студии сегодня Владислав Жуковский, старший экономист финансовой группы Реком Траст, и Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFSIC. И напомню еще раз, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Это для вас, уважаемые слушатели, вы можете позвонить или написать нам на сайте, задать свои вопросы, поделиться собственными мыслями по этому поводу. Так, если позволите, давайте мы немножко, немножко от российской действительности отойдем, потому что, напомню еще раз, анонсировали мы достаточно серьезные, важные события на этой неделе, заседание Федрезерва, ну и вот эти сами ожидания по поводу продолжения или сворачивания КУЕ, на ваш взгляд, Владислав, давай с тебя начнем, Стас уже два слова по этому поводу, да, позицию озвучил свою, на твой взгляд, да, каковы вероятности, собственно, продолжение сворачивания, сюрпризов каких-то, может, ты ждешь? На самом деле, не особых сюрпризов я не жду, мне кажется, вообще, в принципе, политика, это вот манипулирование сознанием, формирование общественного мнения, словесных интервенций США достигло уже таких вот, знаете, уже апогеи, по большому счету, то есть, действительно, уже больше, там, может быть, даже полутора лет постоянно возникают те или иные представители, значит, совета управляющих ФРС, кто говорит, что то будем, то не будем сворачивать эту программу, в принципе, все уже привыкли, когда-то паника носится в воздухе, витает уже полгода, 9 месяцев, постоянно вспоминают, забывают про нее, в принципе, мы видим, что американскому рынку это абсолютно не мешает расти, ставки, то же самое там Лайбор, он хоть немножко и подрос, и там, по коротким инструментам кредитным, но, в принципе, ставки очень низкие, в реальном выражении, с учетом инфляции, они отрицательные, идет политика принуждения к инвестициям, вот, поэтому, мне кажется, даже если произойдет какое-то сокращение объемов вливания ликвидности, оно не будет драматичным и не приведет к какому-то перелому настроению на рынке, то есть, ну, смотрите, сейчас, вообще, в принципе, чем занимается Федеральный резерв сегодня, да, значит, у них там программа по выкупу на 45 и на 40 миллиардов долларов, соответственно, там идут ипотечные ценные бумаги и долгосрочные облигации федерального казначейства, то есть, по большому счету, скрытая монетизация госдолга, с одной стороны, кредитование бюджетных дефицитов, с другой стороны, политика по, вот, как раз, занижению процентов наставок на ипотечном рынке по стабилизации ситуации, по, что называется, разгрузке балансов от плохих активов у коммерческих банков ипотечных агентств, которые были национализированы. Процентные ставки поддерживаются рекордно низкими, сейчас на балансе ФРС США около, значит, американские гособлигации на 2,1 триллиона долларов, ФРС США сегодня крупнейший, по большому счету, кредитор, значит, соответственно, Минфина США даже более крупный, чем Китай, у которого на балансе 1,35 триллиона долларов и больше, чем у Японии, то, по-моему, 1,1 триллиона 170 миллиардов. Вот, поэтому, в принципе, да, действительно, может быть, какие-то изменения, но политика сверхдешевых денег продолжится, тем более, мы понимать должны, что ведь работают связки ФРС не сам по себе, а с крупнейшими прайм-дилерами, да, с крупнейшими банками, которые являются акционерами по большому счету Федерального резерва и на их балансе сейчас находятся облигации федерального казначейства еще на несколько триллионов долларов и вот эта политика определенных договоренностей, негласных соглашений, она остается в силе и мы понимаем, что выкуп проходит как раз-таки ФРСам госбумаг через эти самые крупнейшие прайм-дилеров, крупнейшие американские банки с Уолл-стрит и на их балансе огромное количество бумаг, поэтому, в принципе, я не ожидаю какого-то задувания пузырей либо валого рынка после сворачивания после каких-то даже возможных словесных интервенций, хотя я их, честно говоря, особо пока не ожидаю. Мы видим, что сейчас действительно ФРС США очень грамотно проют эту политику, политику занижения процентных ставок, сегодня платежи по обслуживанию американского госдолга не превышают полтора процента ВВП, именно процентные платежи, почему? Потому что ставки по кредиту, по этим самым займам, по бумагам, они сейчас упали до рекордных минимумов за всю историю наблюдений, там полтора-два процента годовых в среднем, и в принципе сейчас они тратят на обслуживание госдолга 220 миллиардов долларов ежегодные расходы, это примерно на уровень начала 2000-х годов, но в процентном выражении это вообще уровень 71-го и 69-х годов, то есть когда госдолг ВВП был не более там 30, значит, порядка, 37-40 процентов ВВП, сейчас он около 110, поэтому я, честно говоря, не думаю, что они будут сильно сдувать, да, интервенции будут идти, и другое дело, что для России и вообще для сырьевых рынков это, конечно, может быть такой маленький армагедон, мы видим, что Россия, мы не растем сегодня даже при нефти в 110 долларов за баррель смеси бренд, если будет политика сворачивания этой программы и начнут вытягивать деньги с развивающихся рынков, сырьевых рынков, то там, конечно, будет для России очень тяжелые последствия макроэкономические. Именно потому, что, да, скорее всего, что цены на сырье пойдут. Конечно, конечно, и мы сейчас не растем, нам не помогает 110 долларов за бренд. Станислав, возвращаясь к проблеме государственного долга в США в Америке, вот недавние события вокруг бюджета неожиданно показали все-таки возможность, да, и демократов, и республиканцев находить общий язык достаточно быстро. Я не совсем понимаю, что там произошло, что они обошлись без обычного шоу. Просто это близость, я не знаю, новогодних праздников заставила их. Нет, это пострадавшие рейтинги республиканцев тому причины, которые сильно снизились после того, как они довели ситуацию до того, чтобы правительство перестанилось в работу на две недели. На самом деле, несмотря на то, что все эти переговоры завершились успешно, и у инвесторов одной головной болью стало меньше, сегодня появилась информация о том, что Пол Райан, который также, кстати, принимал участие в этих переговорах, он сказал, что Белый дом не ждет легкая прогулка в обсуждении повышения лимитра долга, что они будут добиваться того, чтобы социальные расходы были урезаны, чтобы, собственно, федеральные расходы были сокращены. И, в принципе, с учетом того, что дефицит федерального бюджета сокращается, очень хорошие налоговые сборы идут, в принципе, и вполне рейтинговые агентства могут тоже намекнуть, что, ребята, давайте вы все-таки поднажмете и сделайте более, скажем так, адекватную программу сбалансирования своего бюджета в долгосрочной перспективе. Я думаю, что, в принципе, демократам придется пойти на уступки и какие-то там отдать ту же самую священную корову все-таки от нее немножко отрезать. А так, в целом, я думаю, что все-таки того театра, той комедии, которую мы видели до этого, мы уже не увидим. Все-таки республиканцы сильно пострадали и так или иначе, я думаю, что они не будут сильно завинчивать гайки. Но и в целом для финансовых рынков эта проблема не станет, поскольку, если не ошибаюсь, 1 февраля, по-моему, или 15 февраля будет лимит якобы достигнут, но за счет того, что американскому казначейству оставили возможность пойти на ухищрение, которые, собственно, и до этого позволили эту проблему избежать. Ухищрение в том, что сроки не оговариваются. Они могут отложить некоторые расходы. Благодаря этому, собственно, сама планка повышения лимита госдолга может быть достигнута то ли в апреле, то ли в мае, в зависимости от того, какие будут сборы по налогам. Поэтому, в принципе, у финансовых рынков будет вполне достаточно времени. А нормально, что последнее это событие вокруг бюджета, договоренность, которую мы сейчас обсуждаем, она практически никак не отразилась. Реакции на рынке никакого не было. Это нормально? На самом деле, еще, если мы посмотрим на протокол, к последнему заседанию ФРС, которое было в октябре, там представители ФРС сказали, что они уже не ждут того влияния фискального тормоза, которое было на протяжении всего этого года после секвестров. То есть, они уже тогда были уверены в том, что их прогнозы по развитию экономики оправдаются, что экономика начинает набирать обороты, и, собственно, этот секвестр, который есть, он уже не скажется. И, собственно, последние данные, которые мы видели что это действительно так. То есть, потребители несколько, у них настроения ухудшились, но бизнес в целом был уверен в том, что все это, вся эта катавасия быстро закончится, и что впереди оживление спроса, и что нужно пополнять активно свои складские запасы, нанимать персонал. Мы это видели по всем макроэкономическим отчетам. Владислав, я так думаю, что все-таки, опять вернемся к манипулированию сознания, это было неспроста, вот эти цифры рисовались неспроста. Я, на самом деле, что вспомнил, это, на самом деле, ведь интересно влияние, как раз таки, денежно-кредитной политики ФРС США на сырьевые рынки. Вы смотрите, цен на нефть сегодня на смесь ЮРЛ с экспортную российскую 107,7 долларов за 10 месяцев текущего года, да, а вот в бюджете, кстати, вот интересно посмотреть, на следующий год заложена цена на нефть, если не ошибаюсь, 97-98 долларов за баррель. На принципе, очень интересный такой парадокс российской бюджетной политики, бюджетного процесса, когда с одной стороны закладываются абсолютно неадекватные прогнозы по инфляции. Скажем, инфляция сегодня 6,8% за 10 месяцев, а заложен в следующий год, если не ошибаюсь, по-моему, 5% они заложили, то ли 5,5, то ли 5, надо посмотреть. Не помнишь ли, 5,5, аритект для Банка России 5%, они в этот год закладывали 5,5, по факту получили 6,8, в следующий год 5, потом еще 5, 4,5, по-моему, они хотят заложить. Темпы роста экономики заложили в районе 3%, но они потом 3,5, потом 3, но в бюджете пока еще старая оценка в 3, сейчас уже 2,5 именно экономики прогнозируют, а соответственно, расти мы такими темпами не будем, будут колоссальные выпадающие доходы, а с счет того, что цены на нефть искусственно занижены в прогнозе, а по факту скорее всего будут выше, то получится дополнительный нефтегазовый доход, который соответственно будет абсорбирован через бюджетный механизм резервный фонд и ФНБ, ну, прежде всего, резервный фонд пока, пока 7% ВВП не достигнет. Но здесь опять-таки интересные манипулирования на российской почве, то есть как нам заставить бюджет так, чтобы с одной стороны потом никому денег не дать и изъять все нефтегазовые доходы, а с другой стороны, чтобы не испортить настроение руководству страны, завысить все макроэкономические показатели. Это сознательно все делается? Нет, мне кажется, конечно, политика, но они занимаются им 10 лет как бы целенаправленно вполне себе. Занижают инфляцию, недофинансируют социальные расходы, экономику ЖКХ, инфраструктуру и прочее. Кстати, интересно, тоже про Россию мы сейчас вспомнили, я напомню, буквально к вопросу о майских указах президента, с ними можно согласиться, их нужно бы реализовать. Ну и смотрите, как интересно происходит. Принимается бюджет и через два дня выступает Алексей Люкаев и говорит, что, вы знаете, у нас там просто экономики будут ниже не 3, а 2,5%. То есть, как бы, вот мы приняли, а вот теперь, как хотите, крутитесь, да? С другой стороны, соответственно, президент ставит задачи по модернизации, по инновациям, а Минэкономики выпускает свой пересмотренный прогноз долгосрочного социально-экономического развития до 30-го года, где темпы роста экономики понижаются в полтора раза практически, до 2,8%, да? Там с 3,5%. То есть, выбирает самый худший, третий, так называемый, консервативный, как называется, там такой у них санай, там он не был форсированный, инновационный, по-моему, консервативный назывался. То есть, самое консервативное, где черным по белому написано, что ни отраслевой диверсификации промышленности не будет, ни технического переворужения производств, ни борьбы с моральным и физическим износом основных фондов, ни развития здравоохранения и науки образования. То есть, по большому счету, очень странная ситуация. Президент говорит, все правильно, хорошее ставит цели, а с другой стороны, Министерство экономического развития откровенно пишется их прогноз, что, знаете, ребят, ну, по-моему, этого не будет. То есть, как бы, и правильным выступатом Белоусов, помощник президента, говорит, ребят, а что за министры, которые только плачутся? И потом Путин же очень сильно выступил с критикой в адрес министров финансово-экономического блока, что вы должны не просто тут нагнетать пессимизм, это мы можем как эксперты нагнетать, да, так, чтобы они работали лучше, а вы должны работать, искать возможности, изыскать пути альтернативного развития. Они только говорят, что все будет хуже, 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 хуже. Так, а зачем зарплаты платить? Вот было сказано, что замораживают зарплаты в бюджетном секторе, да, святая правда, в следующем году для военнослужащих и бюджетников. Я предупреждал, что будет хуже. Да, 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 то есть, если что, то я не знал. Сразу позицию, позицию свою немножко мотивирую, я же говорил. А ведь, смотри, они заворозили зарплаты всем бюджетникам, а при этом самим себе подняли зарплаты в Госдуме Свети Федерации со 140 до 200, со 160 до 240 тысяч рублей с 1 сентября задним числом текущего года, а 1 сентября следующего года уже около 420 тысяч рублей. То же самое по всем министерствам и ведомствам. Силовой блок, соответственно, там правоохранительные системы, МВД, ФСБ, МЧС, кто угодно. То есть там у нас, то есть, получается, все остальные люди, граждане, которые работают в бюджетном секторе, им заморозка, ну, а высокопоставленные чиновники, соответственно, руководители будут получать гораздо больше, чем получали. Формально, как бы, монетизация льгот проходит у них. То, когда бабушкам проводили монетизацию льгот, им почему-то не повышали пенсии в 2,5-3 раза, либо денежные довольствия, повышают. Тоже парадоксы. Я бы хотел бы отметить, что Беоусов сам был когда-то министром экономического развития. И, кстати, его и сели, поэтому он был не согласен с политикой Минфины и Центробанка. Он всегда стоял в высоких планках, которых не достигал. Теперь легко критиковать, когда он уже за этот результат не отвечает. Андрей Ремыч там, по-моему, единственный профессиональный макроэкономик. Другая позиция у него другая, если он ставит высокую планку, а эти на оборудовании. Он с ними воевал, когда был министром. Еще раз новости послушаем потом. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Последние 12 минуточек у нас осталось. Я быстренько напомню, что сегодня мы пытаемся понять, что нас ждет до ближайшего уже, да, две недельки осталось, нового года, с точки зрения движения на рынке, естественно. Но в студии у меня Владислав Жуковский, старший экономист финансовой группы Реком Траст и Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFSIC. И телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ф. Ну, с новогодним ралли, точнее, с ожиданием его мы более-менее разобрались. Сразу же, да, собственно, оба гостя в один голос практически заявили, что ждать его вряд ли стоит, ну, по разным причинам, причин этих множества, как внутри российские, так и причины, находящиеся за пределами российской экономики. Тогда мы просто, давайте, в оставшееся время поговорим о том, о чем нам ждать в жизни, напрямую связанной с финансовыми рынками. Ну, и, в частности, в качестве информационного повода события пятницы 13-й, ЕЖ, пятница 13-го, прошлая неделя, и очередная, очередная яркая такая история в связи с российскими банками. Насколько она ожидала? Кстати, Владислав, мы говорили о том, что последние события, как ты все это делал, скорее всего, до конца года ничего подобного мы не увидим, и вдруг неожиданно, причем, и список-то этот, да, или точнее, банки, которые оказались в этом списке, тоже как-то, ну, есть мнение, что попали туда не случайно, или наоборот случайно, что-то, нет звука у нас, по-моему. Вот, сейчас есть. А, вот теперь есть, да, звук? Смотрите, на самом-то деле, ситуация в банковском секторе России, она очень и очень тяжелая, в плане именно такого теневого банкинга. По большому счету, на мой порядок нужно было уже совсем давно, и начинать надо было не сейчас, и не вчера, а в начале нулевых годов. Ну, вот смотрите, значит, есть такие оценки официальной МВД, что рынок обналички в России стоит 1,5-2 триллиона рублей ежегодно. Эксперты называют цифру в 4-5 триллионов рублей. То есть при теневом секторе экономики только официально в 9 триллионов рублей, вполне логично предположить, что эти деньги где-то отмываются, где-то легализуются, каким-то образом и водятся за рубеж, чаще всего для вот этого демонстративного потребления в фешенебельных странах. Поэтому, действительно, мы ведь очень часто говорим про коррупцию на уровне Министерства ведомств, на уровне каких-то отдельных корпораций, госбанков, про раздутый госсектор, про то, что, значит, там воруют на госзакупках и срывают гособоронзаказы, да? И надо понимать, что в условиях финансовой глобализации, в условиях информатизации общества, вообще развития финансовых услуг, банки и кредитные учреждения являются основным звеном вообще всей этой вертикали коррупционной. То есть банковская коррупция, про нее очень часто замалчивают, но ведь на самом деле банки занимаются всеми этими вопросами и отмывания, и легализации, и обналички, и превращаются в прачечные, и вывод деньги за рубежи. То есть в нынешние времена без банка не обойтись просто. Это не как раньше, там в чумоданах все возили. Не, ну где-то кто-то еще, конечно, может там на таком уровне занимается, но в принципе уже давно все эти операции, они более-менее отработаны схемы, есть определенные ставки, определенные механизмы. Ну, сейчас, по крайней мере, то, что информация имеется в СМИ, ставка по обналичке выросла до 12,5%, была еще недавно около 9%. Значит, сейчас мы уже бьем там максимальные отметки конца 11-12-го годов. Вот, поэтому надо говорить о том, что рынок колоссальный, огромный, триллион рублей ежегодно. Я абсолютно уверен, что этот рынок не может существовать без поддержки со стороны отдельно взятых коррумпированных чиновников, без поддержки отдельно взятых вот этих оборотней погонных правоохранительных систем. То есть не все, конечно, МВД, ФСБ, само собой, но отдельные люди, которые превратили госслужбу в личную кормушку, о чем, кстати, президент очень часто говорит и правильно говорит, что тот же самый центральный банк, будучи органом банковского регулирования надзора, в лице своих отдельных представителей наверняка знал о том, что происходит в банковском секторе, понимал, каковы масштабы, каковы каналы вывоза капитала. Напомню, что, ну, по крайней мере, экономисты, кто отслеживает ситуацию, вот мы уже года 4 пишем, оцениваем ежегодные масштабы незаконного вывоза капитала за рубеж. Вот в прошлом году их, в принципе, подтвердил и глава Центробанка Сергей Игнатьев, когда уходил с поста, в этом году, точнее, когда уходил с поста главы ЦБ, это цифра в 49-50 миллиардов долларов, то есть около 1,7 триллионов рублей, то есть, ну, где-то, значит, так вот 2,5% ВВП России. Просто незаконным образом вводится только официально, потому что они видят, как они видят, да, фиксируют. Вот реально, эта цифра больше, я думаю, около 100-120 миллиардов долларов. Вот, то есть есть чем бороться, есть чем заняться. И тот факт, что именно при Эльвире Набюльне, которая сегодня пришла в Центробанк, не сегодня, или там летом, грубо говоря, и получила определенного рода, может быть, отмашку, либо визу на какую-то чистку, пускай не на высшем уровне, не на уровне госбанков и крупнейших коммерческих банков. Надо понимать, что зачастую именно крупные банки, в том числе с участием, являются в лице своих каких-то отдельных представителей и филиалов заниматься этим теневым банковским бизнесом, да. Ну, по крайней мере, ну, на уровне вот этих, там, банков топ-50-топ-100 идет какая-то чистка рядов. И, кстати, паника пошла. Отозвали три лицензии. Там, значит, банк проектного финансирования, банк Смоленский, там, Мастербанк, и этот самый еще крупный банк, там был один, соответственно, План Пушкина, да. Инвестбанк. Инвестбанк, да, 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 да. Как только начали чистить здесь ряды, получилась какая-то очень интересная вещь. То есть очень многие предприниматели, я прекрасно понимаю, они действительно работают в тени. То есть, ну, процент может 50-70 наших бизнесменов, даже, мне кажется, больше, может до 80, они реально работают с какими-то схемами, да, налоговыми и прочими. Поэтому для них, конечно, это был удар. Многие сейчас каналы перекрываются, начинается паника. Ну, дошло до того, что бизнес-омбусмен Борис Титов уже заявил, что, значит, нельзя таким вот, знаете, навалом бороться с банковской коррупцией, потому что это может подорвать инвестиционные рейтинги, бизнес-климат, и вообще, в принципе, обонкровить малый и средний бизнес. Ну, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что нельзя допустить банкротства мелких региональных банков, но с другой стороны, у нас 936 банков в России, из них, с моей точки зрения, 850 можно смело закрывать, на их долю приходится 5% активов и вкладов населения. Их проще, нормально было бы поглотить крупным банком, провести централизацию и концентрацию капитала, потому что, в принципе, эти банки, они все равно не занимаются реальными производителями инвестиций, у них нет доступа на межбанковский рынок толком, у них нет доступа к долгосрочным и емким, доступным кредитным ресурсам. По большому счету, часто это банки коптивные, банки, созданные губернаторами, мэрами, местными региональными элитами, бизнесом, либо кем-то еще, кто просто обслуживает местные бюджетные потоки, их просто на самом деле распиливают, там на местах очень часто. Это с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, здесь, конечно, без поддержки руководства страны первого лица затеять чистку не получится, очень крупные интересы в это дело вовлечены, и тут факт, что Эльвира Набиловна действительно продолжает гнуть свою линию, несмотря на критику со стороны бизнес-омбудсменов и банковского сектора и прочее, говорит о том, что действительно даже в Верхах понимают, что пора, пора уже посещать наводить здесь какой-то порядок. Я понял. Станислав, по поводу порядка, ну, очевидно, наверное, что ты согласишься, я так предполагаю, с Владиславом, но методы, которыми и действительно время, которое выбрано, насколько это удачно все же? Удачный момент был упущен в прошлом. Те темпы, которые сейчас взяты, они навевают опасения не только и у бизнеса, не только и у представителей банковской сферы, но и даже в правительстве, в частности, министр финансов, по-моему, если не ошибаюсь, Силуанов, а нет, Минэкономразвития министра Улюкаев сказал, что надеется, что Эльвира Набиулина понимает, что она делает, потому что она опасается, что... Потому что некоторые уже не понимают, что она делает, надеюсь, хотя бы она понимает, Ну, я думаю, что такую ларно... Ну, такой подтекст. Такую точку зрения многие могут высказать, да. И, соответственно, вопрос в темпах, потому что вот на днях, в пятницу, по-моему, выходил релиз Международной валютной... Межбанковской валютной ассоциации, они предупредили, что если так и дальше будет продолжаться, то возможен кризис доверия 2004 года. Потому что некоторые банки, которые в пятницу лишились лицензии, они попали в эту строю, поскольку просто произошел навек вкладчиков, и они оказались не в состоянии. Потому что те же самые стресс-тесты банка подразумевают, что 30% вкладчика заберет свои средства, но по факту может быть 40-50. И мы можем видеть такой мини-коллапс банской системы на региональном уровне, что произошло в Самарской области. Поэтому нужно понимать, что убирая фигуры отдельные, в итоге вся система может расшататься, и устойчивость ее окажется под вопросом. Ну, я имею в виду, что локально где-то. И, соответственно, нужно понимать, что сильно быстро все это делать, наверное, все-таки не стоит. Вот. Потому что, опять же, вопрос по поводу паники населения. Сейчас пока нет однозначных сигналов. Там Эльвира Набиулина выступала в Госдуме, сказал, что никаких черных списков нету. Но при этом людей же не убедить в том, что это действительно так. Вот. Поэтому нужно понимать, что это чревато. И я думаю, что правильный момент был в пятницу. Также, по-моему, Сухов, зампред ЦБ, сказал, что список значимых банков будет расширен. Теперь туда будет попадать большее количество банков, не 20, по-моему, а 25, а 50. уже, который будет составить 80% всех активов банской системы. И вот намерение направлять инспекторов в банки, активы, которые 50 миллиардов рублей составляют, либо вклады населения 10 миллиардов рублей, на мой взгляд, значимый фактор, поскольку он позволит несколько расшатанное доверие восстановить, потому что ЦБ, понимая ситуацию изнутри, и, собственно, если будет дальше проводиться правильная информационная политика, то можно будет, скажем так, отсечь действительно деструктивный элемент из банковской системы, ее оздоровить, но при этом нужно понимать, что процесс лучше это все-таки растянуть во времени и не торопиться. Ну да, ну да. И, кстати, вот важный момент, извини, пожалуйста, времени мало, важный момент касаемо паники, естественно, да, обычный гражданин, он может быть, ну, даже не может быть, а скорее всего, не имеет профессионального, так сказать, профессиональных знаний, чтобы оценить вероятность дефолта того или иного банка. Конечно, не знаю. Он приходит, да, свои сбережения приносит в тот или иной банк, ну, на основании, там, я не знаю, каких-то рекомендаций своего личного, цифр, который ему обещают, а потом оказывается... Конечно, понимаете, даже специалисты, если посмотреть на баланс того же инвестбанка либо мастербанка, это далеко не худшие банки были, вполне себе нормально, ну, там были какие-то временные, там, несоответственно нормам банка, значит, тем нормам и требованиям, которые предъявляет Центробанк, по достаточности капитала, по ликвидности, по прочему, но, в принципе, банки вполне себе устойчивые, и отзыв лицензии проходит главным образом по нарушению антиотмывочного законодательства. То есть, здесь, безусловно, бороться с этим делом нужно, но, в принципе, конечно, вполне возможно, что это делается в интересах крупных российских госбанков, в том числе, то есть, какая бы паника на рынке не была, все равно Сбербанк, ВТБ, значит, там, какой-нибудь Росельхозбанк и прочий, там, Газпромбанк и так далее, в принципе, банки, которые с очень такой устаяющейся репутацией, я думаю, что вполне возможно, что именно с целью укрепления их позиций, в том числе, и концентрация капитала эта очистка и проводится, то есть, все понимают, что деньги забирать все склады, скорее всего, не будут, но просто понесут их в более крупные, более такие банки, которые ассоциированы с государством, потому что психологически люди не понимают, что их клады все равно застрахованы, в сумме до 700 тысяч рублей, и им поэтому лучше довериться Сбербанку. Ну, кстати, времени, к сожалению, нет, но по поводу страхования вкладов, все-таки и, да, агентство-то да денег не хватало, потерял, да, почти 50 миллиардов, вот даже, там денег в копейке, 200 миллиардов рублей сейчас лежит в этом на балансе АСВ, причем, если такими, если сегодня, 120 миллиардов рублей, наверное, сейчас с этой причиной и замедлят, очень можем, ну, если такими темпами пойдет, либо полезут в бюджет, в тот же самый, там, резервный фонд, и будут постепенно доставать, спасибо огромное, Станислав Жуковский, Станислав Савинов сегодня в студии Сухого остатка, мы, как всегда, обсуждали ситуацию, которая текущая, на финансовых рынках, всего хорошего, успехов на рынке, до свидания.